всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать системы джекаса урок номер 30 сегодня 1 декабря 2017 года сегодня произошли интересные обновления шаблоны you market и системы джекаса об изменениях и дополнениях вы сможете более детально ознакомиться на сайте разработчиков если вы еще не обновились давайте обновимся потому что с новыми обновлениями пришли правки под сегодняшний наш урок скидки переходим в админку нашего сайта перейдем давайте в обновление инструменты кликаем далее расширение здесь можно кликнуть по кнопке вот здесь вот доступно то что доступно нам обновить и в принципе прямо подряд вот это все мы можем сейчас обновить по каждому пункту идем вот так вот и обновляем так мне еще осталось два пункта обновить мы все с вами обновили только теперь мы сможем приступить к уроку да то есть к акциям это у нас находится каталог скидки и акции давайте кликнем на этой странице у нас разделено скидки одна ветка категории так сказать различных скидок то есть они имеют разное значение от простых до скидки по купонам да и акции акции мы рассмотрим в следующем уроке здесь обязательно читайте здесь идут по полезные подсказки то есть вот простые сейчас выделено это значит подсказочка для нее и кнопка создать дальше накопительные тоже читаем но давайте по порядку простые и здесь есть такой маленький переключатель обратите внимание сейчас это у нас отключено кликаем прямо вот сюда чтобы переключатель перешел во включено то есть мы можем создать сейчас простую скидку если этого переключатель будет направлен вот сюда влево of значит она работать на сайте не будет и нажимаем на кнопку создать имя здесь можно написать произвольное имя я пишу простая акция далее тип накопительная скидка от суммы скидка по купонам то есть это мы все сами рассмотрим этот те же самые категории которые мы только что с вами видели да мы сейчас рассматриваем простую поэтому здесь мы не трогаем ничего оставляем простая скидка и самое главное вот скидка вот у нас нет скидок да здесь обязательно нужно задать значение нажимаем добавить скидку здесь выбираем значение скидки ну например 10 рублей ну еще можно здесь выбрать проценты группа пользователей вот здесь вот важный момент если это для всех пользователей как просто зашедших гостей на сайт и для зарегистрированных пользователей то нам нужно это сделать для всех этих групп пользователей то есть я делаю для publish нажимаю сохранить то есть для каждой группы пользователей скидка может отличаться например вы хотите пользователям зарегистрированным то есть к ним более лояльно отношения потому что они как бы не поленили зарегистрировались а по сути уже ваши клиенты для них например скидка может больше быть то есть здесь уже зависит от того от вашей стратегии до скидок то есть если только для зарегистрированных скидка значит делаем только для зарегистрированных скидка для паблиш не делаем но если делаем паблиш еще делаем гость чтобы скидка была видна гостям обязательно также 10 рублей нажимаю сохранить и также добавляют для зарегистрированных пользователей сохранить исходя из описания скидка будет назначена не для всех сразу продуктов да это понятное дело скидку вы назначаете сами для тех продуктов где имеется скидка то есть вот здесь вот продукты выводите просто начинаете вбивать название продукта который у вас уже находится в интернет-магазине на который вы хотите разместить скидку вот например я просто копирую название продукта несколько букв в конце удалю то есть вот сразу весь список появляется моих продуктов то есть я назначу вот этому и на лету вот landing page на лету 2 двум продуктам должна примениться скидка в 10 рублей на этом уровне нажмем сохранить пройдем на сайт обновимся сразу здесь появляется значок sell распродажи до при наведении на него вижу минус 10 здесь мы видим перечеркнута цена и реальная цена такого скидка здесь применяется то есть это самая простая скидка и она как бы в понимании самая простая для изучения кстати после того как мы нажмем сохранить тип мы больше выбрать здесь не можем мы можем только создать еще один закрыв здесь то есть простой скидкой мы как бы разобрались нажимаем закрыть дальше мы с вами пока отключим простую скидку вот этим ползуночком переходим накопительная скидка нажимаем создать сумма всех заказов то есть вот здесь вы читаете да скидка снижая стоимость заказа которая зависит от общей суммы успешных заказов зарегистрированного пользователя то есть сумма всех заказов человек купил например на сумму тысячи рублей у вас что-то не обязательно один товар до введите сумму всех заказов до написано в подсказке скидка добавить какая будет скидка как только лимит на тысячу он купил какая будет скидка для зарегистрированного пользователя так сказать накопительные да ну например 50 рублей группа пользователей мы выбираем регистр сохранить нажимаем сохранить закрыть ну и проставьте еще и publish и гость также скидку здесь назначен накопители давайте посмотрим как протестировать как это работает где посмотреть вообще сейчас проведем именно процесс появления накопительной скидки как у человека на появится то есть по идее она должна появиться в корзине вот здесь вот накопительная скидка и минус 50 рублей которые мы с вами назначили в самой скидки то есть смотрите я как зарегистрированный пользователь до вошел на сайт или здесь у нас это еще так работает при успешной оплате пользователи автоматически регистрируются ему на почту приходит письмо с логином и паролем то есть а логин и пароль автоматически создается системой то есть это еще так может работать но я сейчас просто зарегистрировал пользователя и совершу покупку то есть нам нужно совершить покупку на 1000 рублей сумме или больше но у меня превышает товар 4000 до нажимаем оформить заказ имя email проставляем вперед вперед отправить заказ теперь как администраторы мы смотрим в админке заказы платежи заказы видим новый заказ заходим например человек воплотил нажимаем изменить статус выбираем успешно проведен сохранить закрыть можем перейти здесь в пользователи у меня единственный пользователь который принес прибыль то есть только что я купил за 4000 товар то есть уже дальше накопительная скидка должна уже работать потому что я слегка вой превысил лимит до в тысячу рублей мы можем просто перейти в корзину и уже наблюдать на тот же товар уже у нас накопительная скидка вот здесь появляется да и 50 рублей который я выставил минус 50 итоговая сумма 3950 то есть вот так работает она то есть ее видно именно здесь в корзине эту накопительную скидку соответственно если оформить заказ уже будет на 3 950 вперед вперед вот она накопительная скидка доставка бесплатно отправить заказ смотрим заказы видим что 3950 то есть все работает здесь переходим к следующей акции каталог скидка акция накопительную скидку пока отключим следующие давайте рассмотрим от суммы заказа сразу ее включаем нажимаем создать скидка уменьшает стоимость заказа если сумма заказа больше или равна заданному значению от суммы заказа да то есть давайте у меня там товар 4000 рублей ну я сделал например 6000 рублей то есть от 6000 или больше должна быть скидка а какая будет скидка мы указываем ниже скидка будет например 300 рублей также для publish также для гость и делаю также для зарегистрированных пользователей вот принципе она у нас готова давайте смотреть как она работает нажимаем сохранить закрыть не забывайте вот здесь ползунок переключить состояние включено идем на сайт обновляем страницу можем перейти в корзину и у нас как только мы включаем эту скидку акцию у нас сразу здесь подставляется в корзине вот такое сообщение подсказка для пользователей добавьте в корзину еще продуктов на сумму 2000 и вы получите скидку 300 рублей то есть нас уже как бы здесь все работает мы просто например прибавляем еще одну копию товара и сразу мы видим здесь от суммы заказа минус 300 до и того 7 700 то есть вот так вот она работает данную скидку я пока отключаю и самое интересное на мой взгляд это скидка по купонам давайте ее включим и создадим здесь ниже вычитайте описание можем написать минимальная сумма например 5000 скидка также добавляем значение скидки например 300 рублей для publish также для гость 300 и для зарегистрированных пользователей также выбираю 300 сохранить теперь ниже создаем купоны создать выбираем здесь у нас раскрывается большой выбор метод добавления можем сгенерировать ввести если выбираем то добавить купон то есть если нам нужно это ввести абсолютно свой уникальный купон как мы это хотим видеть да здесь подсказка как это сделать или пользовательский здесь принципе все понятно да дальше например вот если сгенерировать добавить купонов то есть количество купонов здесь проставляем сколько нужно знаков в купоне то есть это можно не менять принципе в знаке в купоне количество использований обычно купон используется только один раз ну можно выбрать неограниченно то есть многоразовый бесконечный купон вот давайте мы с вами рассмотрим именно пользовательский он достаточно интересный группы пользователей кому отправлять купон выбираем все знаков в купоне 8 количество использования один раз и вот внизу смотрите интересный момент добавить уведомление для выбранных пользователей в очередь млс ставим галочку и нажимаем сгенерировать да но перед этим я забыл создать шаблон шаблон мл для кодов купон не создан здесь нажимаем ok пока сохранить закрыть сохранить у нас тоже не получается да нажмем отмена перейдем с вами инструменты шаблоны email of конечно у вас это сообщение может не выскочить если вы такой шаблон вот здесь уже создали у меня он не создан я нажимаю создать сейчас я подумал вам в полной мере показать как это выглядит с доставкой писем прямо в электронный ящик но это я не могу сделать на локальном сервере поэтому давайте я покажу как работает это скидка купонов на другом сайте на тестовом моем который расположен на хостинге где мы увидим в полной мере как это выглядит я думаю это будет более интересно и понятно то есть я захожу сначала инструменты шаблоны мэйлов как я уже говорил вот индивидуальный коды скидок я создал здесь уже письмо вот здесь я выбрал до индивидуальный код скидок шаблон выбран вот такой вот можно видеть его здесь теперь я прохожу каталог скидка акция скидки в акции уже на другом сайте делаю все то же самое ставим галочку добавить уведомление сгенерировать вот мы видим сгенерированные коды то есть мы можем копировать вот так код и выслать его на почту но здесь мы можем выслать на почту прямо из админки и сразу видим тут каждый код направлен для отдельного пользователя да здесь мы нажимаем сохранить и закрыть далее мы с вами переходим инструменты очередь рассылки здесь у нас уже стоят заготовленные письма с кодом купона для каждого пользователя свой нажимаем пакетная обработка нажимаем на кнопку отправить повторяю что это вы сможете посмотреть только если ваш сайт находится на хостинге давайте посмотрим я прохожу в почту мне моментально пришел купон вот вы видите его здесь я кликаю по письму и все здесь у нас принципе нормально смотрится заготовлен письмо здравствуйте федор купон на скидку ваш код купона и вот он мой код купона давайте посмотрим как он работает копируем этот код купона и так я авторизовался на сайте как пользователь и нам тоже высвечивается сообщение до лимит чтобы использовать этот купон минимальная сумма заказ должна быть 5000 раз мы видим это сообщение значит у данного пользователя нет заказов на такую сумму причем смотрите если я выйду сейчас из аккаунта нажму выйти то есть получается я щас как обычный гость пройду например на главную страницу зайду в какой-то товар добавлю его в корзину пройду например в корзину в корзине в данном поле я попробую поставить купон нажать применить то мне покажется неверный код купона то есть смотрите что этим хотел показать данный вид купонов они направлены именно на определенных пользователей то есть каждому пользователю свой купон то есть авторизовавшись на сайте только тогда он сможет воспользоваться данным кодом купона но вы сможете сгенерировать обычные коды купонов для всех пользователей которые просто сможете эти коды отправлять там где-то в сообществе в социальной сети вконтакте или на почту то есть вручную отправить через email и так далее теперь давайте я авторизуюсь как пользователь если посмотрю в корзину соответственно данный купон я не могу применить этот товар давайте удалим возьмем что-то подороже и давайте попробуем то есть на 5000 накупить товаров сейчас чтобы посмотреть как работает форма ввода купона да давайте совершим какие-то заказы чтобы у нас получилось 5000 или больше перейдем на главную здесь есть дорогой пуховик давайте его купим здесь нам показано скидка по купону 300 рублей минус 300 давайте еще раз освежим память зайдем каталог скидка акция с по купонам скидка по купонам у нас здесь выставлено действительно 300 и здесь 300 давайте посмотрим код купона введем нажмем применить то есть он у нас уже в принципе применился потому что здесь куки браузера запомнили его здесь этот код потому что я уже его здесь вводил когда тестировал вот скидка по купонам то есть посмотрите общая сумма без скидки 8000 и того 7 700 давайте отправить заказ поле адрес не заполнено у меня то есть я просто не заполнил поля нажимаю отправить заказ смотрим в админку новый заказ действительно 7 700 если мы с вами посмотрим как приходит письмо после оформления заказа да именно клиенту это выглядит вот так 7 700 и внизу вот здесь все показано стоимость заказа была 8000 скидка по купону 300 и того 7 700 то есть у нас здесь все смотрится цивильно все классно как в реальном интернет магазине когда мы заказываем какие-то товары сами мы с вами рассмотрели все скидки у нас в следующем уроке будет акции этот урок достаточно затянули но немного еще потерпите это еще не все не хотелось урок разбивать на две части давайте закончим уже этот материал здесь еще можно вывести пункт меню на страницу это может быть полезно давайте посмотрим как это выглядит переходим меню меню моим меню нажимаем создать заголовок меню ну я назову акции тип пункта меню выбрать джекаса в самом низу скидка акция отображает страницу скидки или акции то есть одну страницу или отображать список скидок или акций не забываем что здесь у нас должно быть что что-то уже создано что-то работать потому что когда здесь все выключено мы не сможем создать пункт меню список скидок и акций заголовки я пишу акции и сохранить переходим на сайт обновляем страницу видим новый пункт меню кликаем акции то есть вот так это выглядит как список заголовки понятное дело они тянутся у нас давайте посмотрим именно то что мы создавали вот именно в заголовке вот здесь да этот ображается у нас вот здесь вот в заголовках теперь что касается вот этих вот изображений которые у нас сейчас нету справа сейчас поговорим в подробностях здесь от суммы заказа также можно добавить что еще и описание указано уже скидка сколько то есть это просто внешне чтобы люди знали где посмотреть какие скидки акции существуют да и вот здесь вот помните я назначил два продукта скидка 10 рублей и они ниже сразу эти продукты показываются где скидка да на какие то есть прямо отсюда с этой страницы человек может перейти в просмотр там и вплоть до заказа отправки товара в корзину давайте попробуем добавить описание и изображение в простые акции это у нас находится в причем в каждой акции у нас есть такая вкладка описание описание для подсказки я возьму просто произвольный текст дальше внизу описание подробнее и еще раз продублирую изображение 12 первое изображение также я возьму сейчас просто произвольное изображение 2 тоже проставлю сохранить закрыть то есть для каждой акции скидки вы можете пройти и также в опциях проставить изображение для пунктов меню здесь и описание переходим на сайт акции сразу видим здесь у нас появляется изображение которое мы только что вставили также текст в подробностях тоже картинка текст у вас может возникнуть вопрос где отображается вот этот вот текст описание для подсказки я вам сейчас покажу на товар где существует скидка у нас есть иконка салда если мы не наведем мышь то вот этот текст здесь отображается данная подсказка то есть имейте это ввиду это полезная вещь чтобы человек сразу понимал о чем идет речь это прописывается здесь причем для каждой разные скидки это одинаково поле работает вот и все в принципе на сегодня не забывайте заглядывать на форум где разработчик указал все нововведения которые вышли сегодня лишь хочу отметить и одно нововведение показать его прямо сейчас вам которое действительно может быть полезным раньше этого не было категории продуктов когда мы выводим с вами вот таким образом на страницу если у нас заголовки категории очень длинные это могло вызвать некие проблемы приходилось как-то сокращать заголовок теперь есть удобное поле для смены размера заголовка давайте посмотрим где это находится переходим инструменты дизайн переходим в наш шаблон юмаркет кликнув по заголовку то есть у вас выглядит страница будет вот так вы переходите параметры и вот это новое поле размер заголовка давайте я сделаю 12 сохранить и посмотрим обновимся и вы видите да размеры основных заголовков джумла адоб news wordpress стали маленькими кстати заодно вот это второе слово который идет на каждой категории обучение да но подставляется вот здесь вот слоган категории если вы не знали поэтому мы можем сделать здесь заголовок больше даже обновимся вот таким вот образом на этом данный урок закончен если для вас он был интересен и полезен поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на адобе мюз или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией за сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь и и и Субтитры создавал DimaTorzok